здравствуйте здравствуйте дорогие друзья любители квестов и адвенчур долгожданное продолжение проходим игру шерлок холмс возвращение мариарти напомню что так куда же я сохранялся в последний раз дай бог памяти до сюда все верно четвертая глава друзья нашего замечательного бредового повествования и в прошлый раз как я понимаю холмс практически сумел добраться до логова до самого логова восставшую из мертвых мариарти но ему судя по тем звукам которые мы слышали в прошлый раз который неизвестно где были написаны ему пробраться туда не удалось что это за зашифрованное письмо лежит пляшущие человечки но это нам намекают да на соответствующий рассказ от сэра артура конан дойля который не был экранизирован во всем известных фильмах но тем не менее достаточно популярен я думаю что у холмс должен где-то шифр отлежать к этому письму он же уже занимался один раз разгадкой этих таинственных надписей с человечек и знал что без меня не обойдется хорошо доктор а вы все пишете пишу как раз дошел до человека с красным лицом а это тот малый у которого все время шла кровь носом бедняга поверьте взглянуть холмс вы же знаете я никому не даю читать рукопись пока она не будет опубликована это мое правило так нет 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 видимо я понимаю этот шифр как раз в этих его записях пресловутых лежит нет 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 но мы поняли да ватсон мне неловко вас беспокоит но у меня что-то ноет нога не могли бы попросить миссис адсон подать чай в гостин разумеется холмс доктор камень чадит как бы нам не угореть сейчас проверю ну а что холмс не возьмет то что ему нужно пока ватсон там бродит туда-сюда вроде ж пока ватсон спустится пока проверит камень пока поднимется обратно вполне можно успеть стянуть то что нужно холмсу доктор пожар холмс я что похож на ту женщину холмс холмс что с вами черт возьми декоратива холмс держитесь я принесу воды ну да понятно сработали только крайние меры а вот и мы пляшущие человечки те самые и откуда на нас свалилась эта записка ах да из америки где же ключ к шифру вот он только тот кому открыто тайное знание и покорным темным силой может проникнуть в суть вещей и исполнить ритуал читай помешать ему некромикон граница 15 строка 20 20 ватсон нам нужно найти сосуд тайного знания ватсон как вы думаете у кого в лондоне может быть некромикон холмс вы копались у меня в столе доктор и иногда я проклинаю себя за то что научил вас дедукции так у кого может быть эта книга в британской библиотеке нет я посмотрел каталоги ну если там нет то есть у какого-нибудь старого сычаг коллекционера равнодушного к общественному благу гениально доктор кажется я понял о ком речь а вот еще изгнать дьявола сосущего сердце ему поможет только книга об артурии слуге мерлина и только утраченные страницы что остались в руках наследника послушайте доктор о каком наследнике идет речь наследники артура вряд ли у него вроде бы только один сын и тот негодяй он его своей рукой зарезал а книга какая книга о короле артуре да еще с утраченными страницами думаю этот вопрос придется задать тому же человеку какому тому же человеку интересно но я смотрю тут черная магия уже начала разворачиваться просто полную силу просто по максимуму ну хорошо хоть с ватсоном все в порядке а то я в конце прошлого прохождения переживал что после этой заварушки холмс стоял в гостинице один что не дай бог с нашим доктором что-то случилось но нет старый вояка жив здоров и возмущается копанием в его бумагах почему холмс не мог просто попросить его дать ему этот шифр с пляшущими человечками в общем идиотизм какой-то как обычно отправляемся в клуб я думаю что в клубе мы найдем того человека которого нужно какой-нибудь опять очередной историк или еще кто-нибудь из этих с кем мы уже встречались раньше давайте это проверим ну вот точно это историк в синем пиджаке все правильно здравствуйте сэр джон добрый день господа сэр джон вы известный библиофил знаменитый коллекционер ваша коллекция считается одной из лучших в мире да это правда у меня есть только одно неприятное качество я никогда и никому не разрешаю пользоваться свои библиотеки даже трогать свои книги не позволяю это лишает их глубины не говоря уже чистоте как обидно а мы как раз хотели а уж они кроме кони и речи идти не может сэр джон вы же знаете на нас можно положиться эта книга она нам действительно необходим а мне необходим трактат яды без цвета вкуса и запаха их изготовление применение уничтожение италия 12 век вы хотите сказать что если мы найдем эту книгу в этом случае готов сделать исключение я уверен что хоть один экземпляр в англии сохранился где-нибудь в заброшенной усадьбе в медвежьем углу удачи господа ну спасибо спасибо что пожелал нам удачи я так чувствую что найти этот самый трактат не так то легко непонятно только зачем ему нужен нужна такая странная книга но все эти коллекционеры они сами знаете совсем двинутые на голову собирают не пойми что главное чтобы существовало в одном или двух экземплярах по всему миру кстати странно что у холмс нету этого трактата он то у нас знатный любитель похимичить производить всякие яды химикаты прочие мерзости ну что ж предлагаю пока что покинуть клуб и отправиться может быть баскер вельхоу он же нам предложил какой-нибудь заброшенное старое поместье ну по крайней мере старые древние а библиотека то там уж точно должна иметься больше у меня идей нету где это можно проверить в географии данной игры конечно тогда вперед на вокзал виктория традиционно уже покупаем билетик все в той же 4 кассе как обычно сейчас нам тут скажут что вам билеты дабы опасайтесь трофиных болот до холмс скажет что да это мы уже все слышали спасибо и идем на поезд мы здесь чудесным образом всегда оказываемся в тот момент когда наш поезд отправляется ну условности игры что с них взять меня еще раздражает то что один раз мы показывали билеты кондуктору в самом начале когда еще с ним диалог был и после этого нас все равно заставляют каждый раз это проделывать иначе мы в поезд не сможем сесть не очень удобно ну да ничего до бродили мы по этим болотам в прошлый раз с этой лохматый собакой баскер велико куда холмс точнее ее дел непонятно так беримор переместился уже из своего дома сюда в холл что он нам расскажет здравствуйте беримор добрый день мистер холмс добрый день доктор вновь в наших местах да беримор можем мы поговорить с леди или лордом баскер велик очень сожалею сэр но хозяин на хоть леди сегодня еще не спускалась она в своей комнате и просила ее не тревожить что же нам делать леди баскер велик здесь как-то она не спускалась ну-ка если в каминный зал зайдем и сэр генри на месте чё нас беримор лечит это вы господа сэр генри мы хотели не сейчас господа что случилось о да но мне не хотелось бы об этом говорить нет все с ним очень надеюсь вы приехали не для того чтобы искать доказательства моей вины мой муж это невыносимо он подозревает вас он верит сплетнем какой позор стоило ли оставлять мистера степлтона чтобы теперь выслушивать это леди баскер простите что я посторонний человек решаюсь обсуждать эту тему но я уверен что позвольте мне разобраться в этом деле я сумею доказать сэру генри что доказать доказать что я его жена не бегаю на станцию встречаться с другими мужчинами как у меня нет слов я понимаю ваше возмущение леди баскер вино господа об этом не может быть речи я и пальцем не пошевелю чтобы что-то доказывать если он мой муж ко мне не доверяет если мы нужны доказательства моей верности ну что ж я уже приказала моей горничной уложить вещи я возвращаюсь в америку но дорогая моя леди баскер вино оставьте господа мое решение твердо я уезжаю ну вот не хватало нам еще каких-то зверских семейных разборок тут которые встают у нас на пути что за идиотизм сэр генри ох уж эти американцы сэр генри мы слышали о вашей трагедии трагедии они обычная пошлая история не стоит забывать о том что она и прежде изменяла мне сэр генри да вы же помните с кем собственным братом сэр генри что с вами степлтон не был его братом разве вы забыли и тогда между вами ничего не было вы говорите я всегда любил всю жизнь она вас им по моему разговаривать с ним бессмысленно абсолютно говорю вам как врач до крыши уже давно уехала и оставил записку ну что ж вылеты все равно меня здесь не покидают вот игра уже один раз вылетел когда я от сэра генри хотел выйти поболтать с беримором еще разок что делать приходится сохраняться почаще для перестраховки беримор да сэр генри он подозревает свою жену да сэр он убедил себя что леди изменила для чего тайком отправилась на станцию пока лорд баскервиль был на охоте встретилась со своим любом на станции точно так сэр именно это показалось моему господину особенно унизительным а что думаете по этому поводу вы сами беримор полагает и полный бред сэр леди не из таких но как вообще такая мысль пришла ему в голову как возникло подозрение сплетни сэр кассир на станции завистливый негодяй сэр и обожает распускать сплетни нашел где-то платок леди утверждает что она выронила его во время свидания беримор а какая погода была с утра страшный дождь сэр грязь я очень просил его сиятельства остаться дома и не ездить на охоту тогда платье и обувь леди баскервиль должны были промокнуть насквозь и подол платья она не могла не забрызгать по дороге на станцию не говорите сэр день был просто ужасно беримор любезный покорите ту одежду в которой она была во время предполагаемой измены прошу вас сэр эти ботики единственные в ее гардеробе которые подходят для такой погоды а в этом платье она была пока не пришло время переодеться к обеду смотрите вас ни капли грязи беримор я возьму эти вещи разумеется сэр леди не выходила из дому я повторяю сэр она не из таких да мы то это знаем главное чтоб сэр генри дурачок понял слушать всякие бредни местных завистников сэр генри взгляните на эти вещи платьице сколько раз я видел его на ней не думая что уберите уберите холмс и вот на это боты ее боты что вы от меня хотите холмс зачем вы мучаете меня минутку сэр генри скажите какая погода была с утра страшный дождь все развезло я промок до костей и измазался так что постойте холмс вы хотите сказать именно сэр генри эти боты единственная обувь вашей жены подходящая для такой погоды леди не любит грязь и просто не выходит в такую погоду из дома да я знаю это туфель у нее полный шкафа боты холмс вы хотите сказать они ведь не могли бы высохнуть за такое время да блестящий сэр генри вы уже можете работать сыщиком осталось сделать вывод холмс доктор она моя жена она она ведь никуда не ходила правда а она мне не изменяла а платок как же платок действительно рваный носовой платок некогда принадлежа вашей супруге но чем не доказательство да он ведь старый наверняка жена выбросил его сто лет назад а этот человек и она никуда не ходила она все время была дома разумеется сэр генри и как такая мысль пришла вам в голову как можно верить не умным деревенским сплетникам да да конечно вы извините меня господа я вас оставлю мне надо поговорить с женой постойте сэр генри мы насчет книги вот ключ господа будьте как дома что найдете ваше ой ну спасибо сэр генри отлично отлично вот и в библиотеку мы теперь можем войти эта дверь была раньше закрыта да да знатная библиотечка ну что есть тут то что нам нужно или нету не кроме кон нет точение не кроме кона этот про яда трактат ватса какая древность де вененорум сине густо оно хватайте холмс интересно зачем такая книга нашему историку надеюсь просто для коллекции этот правильный вопрос я его задавал уже давным-давно и смотрите нас автоматически перебросило к историку очень хорошо сделано нам по крайней мере не пришлось опять пробегать миллиард этих локаций сэр джон вот то что вы просили так позвольте позвольте верно верно это он тот самый трактат джентльмены я вам обязан получите не кроме кон он у меня уже с собой а что это за книга сэр о короле Артуре о о нем написано столько книг Готфрид Монмудский составил очень известный труд правда его больше интересовал Мерлин видите ли сэр джон нам нужно найти некую книгу об Артуре вернее утраченный фрагмент этой книги хранящийся у наследников у Артура не было наследников и у Мерлина насколько мне известно тоже а может наследник автора Готфрида Монмудского не смешите меня джентльмены а впрочем некий лорд Мелори написал в свое время книгу об Артуре довольно скучное творение да и с точки зрения исторической Мелори лорд Мелори именно вот этот господин оставил после себя достаточно наследников чтобы растащить камелот по камушку и уболтать всех рыцарей и насмерть и все пошли в папочку один из них дожил до наших дней точно остальные где-то растворились Мелори лорд Мелори вам это ни о чем не говорить доктор мне о чем да действительно о чем о чем это нам говорит мы узнаем в следующий раз друзья когда отправят Майкрофту подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх под видео оставляйте комментарии репостите это видео в группе вконтакте все ссылочки в описании под видео спасибо вам большое за внимание до свидания